Привет, ребяточки! Меня зовут Кривошейна Елена, где нужны некие обычные к Елене. Живу я в городе Кирове, пишу о нем видюшки, обычно об улицах. А нынче давайте посмотрим обыкновенный наш Кировский двор. Наверное, можно обобщить и сказать, что так примерно выглядят дворы большинства городов России. Но, может быть, если не брать большие города и не брать центральную часть, да? А те, которые такие вот в глубинке, они, наверное, такие и есть. Значит, что характерно нашим российским дворам? Ну, во-первых, ширина этих дворов. Я знаю, что вот этот двор ремонтировали на количество лет назад. Еще под программу благоустройства дворов, мне кажется, такая федеральная программа с участием физических лиц. То есть, что часть оплачивают сами жильцы, а часть добавляют государство. Так вот, когда ремонтировали, люди просили сделать дорожку пошире, чтобы можно было, например, в один ряд ставить автомобили и проезжать. Ну, как вот в этом месте, да? И проезжать еще. Но сказали, что не вели до, и дорожку сделаешь шириной в один автомобиль. То есть, если ты хочешь разъехаться, это невозможно. Невозможно. Если ты хочешь встать, а кто-то проехать хочет еще, это тоже невозможно. Еще что характерно для наших дворов. Вот как это вам показать, то там куча земли валяется. Вот такая-то недоделка. Ну, а здесь еще, давайте скажем, без всякого ремонта обычное состояние. То есть, трясет вас, нет там на видео. Меня-то так здорово трясет здесь вообще яма-яма. Яма на яме. Вот так и выезжаем. Вот какие-то подсыпаны камешки. В грязную погоду здесь непролазная грязь. Еще что характерно, вот наставляет таких вот шлагбаумов. Потому что люди заезжают, занимают места жителей этого района. Что очень некомфортно. Но, опять же, я терпеть не могу шлагбаумы, потому что фит проедешь. Вот мы выбираемся на улицу. И на улицу уже, в общем-то, становится вполне-вполне прилично. То есть, обыкновенно все. А двор этот недалеко от вокзала, от ЖД вокзала, от автовокзала. Обыкновенный двор был российской глубинки. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Внизу дам ссылки на другие мои каналы. Если что-то заинтересует, буду рада видеть вас там. Еще раз спасибо. Пока-пока. Продолжение следует...